День добрый! Хотелось поделиться очень интересной мыслью по поводу нашей недельной главы. Ну, на самом деле, вы уже должны судить, интересно это мысль или нет, но в любом случае, хотелось бы поделиться. Итак, пророк Ишаяу в главе 54 Пасуктет говорит так. Речь идет о том, что пророк рассказывает о том, что Кнест Исраэль, то есть еврейский народ, должно принять утешение от Всевышнего и радоваться избавлению, которое Всевышний обещает. То мы сейчас не будем непосредственно об этом. Но интересно, что в стихе номер 9 пророк говорит так, что так же, как я поклялся, что воды Ноаха не придут в этот мир, так же я клянусь, что мне тяжело гневаться на тебя. И тут еще один интересный момент, что Всевышний поясняет, что ему тяжело гневаться на еврейский народ. Но и это не та тема, которую мы хотим судить. А здесь обращает внимание книга Зоар, что всемирный потоп, о котором говорит наша недельная Назва, называется Мейноах, воды Ноаха. Всевышний говорит, так как я поклялся не повторять воды Ноаха, так же я поклялся, клянусь, там еще что-то не делается. Почему Всевышний называет всемирный потоп водами Ноаха? Наоборот, все жители Земли, они были причиной всемирного потопа. А только Ноаха Всевышний выбрал, чтобы он остался из всех жителей Земли и был продолжателем человеческого рода. Из него дальше потомство человека бы продолжалось. И тут книга Зоар говорит очень интересную вещь. Мы видим, что Раши приводит, что отношение Торы ко Всевышнему, к Ноаху, оно неоднозначное. Раши говорит, что Ноах был праведником в своем поколении. Говорит, Раши в поколении Авраама не считался бы праведником. Есть другое объяснение. Несмотря на то, что поколение было очень низким, все равно он остался праведником. И то, и другое объяснение, на самом деле, они не противоречат друг другу. Но, с одной стороны, по сравнению с Авраамом он не считался бы праведником. А в чем, как бы, сила Авраама? По сравнению с Авраамом он не считался бы. А в чем Авраам особенный? Давайте обратим внимание, когда Авраам услышал о том, что Всевышний собирается разрушить Сдом Ве Амура, Авраам не сказал Всевышнему, окей, Всевышний, ты хочешь разрушить? Да, я понимаю, они грешники. Полагается им смертная казнь. Он начал молиться, просить за одного праведника, за 10 праведников, 50 праведников, 40, пока он не понял, что нет такой возможности, что нет достаточно праведников, чтобы оставить эти города в живых. Авраам молился без устали, как бы не давал Всевышнему покоя. Всевышний, ну как же так можно? Ну как, ты же не можешь праведника вместе со злодеем. Ну ты же делаешь справедливый суд. Ну пожалуйста, ну оставь, ну смелость. А Ноах нигде не написано, что он молился за свое поколение? Нигде не написано, что Ноах помолился за свое поколение о том, чтобы они не получили наказание потопом. Более того, на самом деле увещевал ли он свое поколение? Увещевал. Более того, Всевышний сказал, что 120 лет он строил этот ковчег и рассказывал, что я строю ковчег, потому что Всевышний собирается сделать всемирный потоп. Над ним смеялись. Окей. Но молиться и просить о милосердии за свое поколение, этого он не делал. И поэтому всемирный потоп называется у пророка водами ноха. Ты не просил о милосердии за свое поколение? Тот гнев Всевышнего и те катаклизмы, которые произошли с этим поколением, великие, называются именем этого человека. Не просил милосердия, не просил, чтобы Всевышний простил. Вот такое вот название. И на самом деле это актуально всегда, потому что не только ноах бывает в своем ковчеге. Мы иногда, в мире много катаклизм, в мире много разных ситуаций, сложных, тяжелых, войны идут. Здесь у нас в Иерусалиме происходят теракты. Есть люди, которые могут оказаться каждый в своем ноевом ковчеге. И говорят, шалом или мне хорошо, я спокоен. Я не нахожусь в этой ситуации критической, в которой находятся другие люди. Но тогда может оказаться ситуация, что раз ты не молишься, раз ты как бы остаешься в ситуации, как бы я индифферентно отношусь, я равнодушен, то тогда, может быть, это все, что происходит вокруг, которое, кажется, не имеет к тебе никакого отношения, может оказаться, что ты будешь называться, это будет называться твоим именем, ты будешь как будто причиной этого. Это страшная вещь. И поэтому мы все должны понять, что, чтобы это не было названо нашим именем, несмотря на то, что в Баруха Шем мы находимся в новом ковчеге, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, кто-то в Америке, кто-то в России, кто-то в Израиле находится в новом ковчеге, кто-то в Германии, неважно, все, кто нас смотрит, мы должны понять, что все равно мы должны молиться о том, чтобы наступило спокойствие в земле Израиля, о том, чтобы во всем мире все катаклизмы как-то, даже пришел Машех, наступило полное Царство Всевышнего, чтобы все эти проблемы, которые происходят в мире, не были названы нашими именем. Спасибо. 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 Спасибо.